Вот так вот заходишь с утра в Роблокс и понимаешь, что там обновление, тут обновление, и не знаю, прям жизнь как-то становится лег. Сразу думаешь, ой, я вот это покажу, то покажу, и, конечно, я вам покажу обязательно сегодня. Вот я сейчас здесь, я сейчас сижу и показываю вам, что у нас добавили нового в Брукхейвен. Конечно, речь идет о секретках. Вчера у меня вышло на канале новое видео, просто когда появилось сразу же обновление, я захотела вам, конечно, его показать. Мы посмотрели буквально такие вещи, которые были на поверхности. Ну а теперь мы углубимся и посмотрим, какие же секретки у нас вышли. Так, я уже взяла тачку. Ну что, вы готовы, дети? Сейчас вы все должны написать мне в комментариях. И что вы можете подумать? Конечно же, я нашла, я нашла эту секретку. Давайте посмотрим, я сейчас вам все покажу, что нам нужно. Нам всего лишь нужно зайти в Брукхейвен Бэнк. И что нам нужно здесь делать? Конечно же, взять карту, которая открывает нашу дверь, наш ход, наш потайной ход. Вот все, мы на месте. Так, у нас здесь, мы все прекрасно знаем сейф. И вот здесь есть вот такая вот штука. И в нее мы, конечно же, можем зайти. И давайте это сделаем. Как вы видите, что у нас здесь? У нас здесь спуск вниз. И я, когда спустилась, смотрю, что-то хуже и что-то похожее я уже здесь видела. Ну, конечно же, я пошла сюда. Я здесь иду по тоннелю. И понимаю, что это тот самый тоннель, который у нас находится в той самой секретке, которая была в Клинерс. Захожу сюда и не понимаю, где я, что это такое. Все как бы как обычно. Но здесь был стол. Если вы помните, если вы не помните, вы можете посмотреть мои предыдущие видео, где я находилась в этом месте. И здесь у нас был стол. Но сейчас... Стола... Стола... Но сейчас стола здесь нет. Что самое интересное? Что вот это такое? Какая-то зеленая полоса. Но я тут все обошла. Вроде ничего нет. Пошла, значит, я проверять. Проверяю. Так проверяю и смотрю. Все на месте. Мы проваливаемся. Короче, я тут думаю, вдруг что-то у нас здесь изменили. Но нет, у нас все здесь по-прежнему. Все на месте. Все как должно быть. Хотя мне кажется, как будто этот код поменяли здесь. Ну ладно, я не помню. А так, ну а так, в общем-то, у нас здесь все на месте. Все по-старому. Я, в общем, поняла. Если раньше здесь у нас был выход наверх, мы сразу выходили в Клинерс. То куда этот выход ведет сейчас? Я, конечно, пошла посмотреть. И как вы думаете, куда я вышла? Где я вообще нахожусь? Посмотрите, у нас тут отодвигается стена. У нас теперь здесь открывается стена. И что вы думаете? Я захожу в кофейню. Это место находится сразу же за кофейней. Сразу же за этим банком. Самое обидное то, что вчера-то я здесь была. Вчера я тут начала ходить, искать. И как вы думаете? Я не пошла вот так вот искать здесь стену. Я пошла смотреть. Я зашла на почту. Вы можете посмотреть это видео у меня вчера. Я просто тупо прошла секретку. Но согласитесь, здесь даже незаметно то, что здесь есть секретка. Офигеть. Так что наша секретка все еще с нами. Она на месте. Поэтому я рада. Я счастлива. И сейчас я отправляюсь смотреть вторую секретку. И, конечно, показывать ее вам. Итак, мы садимся в машину. Ехать нам недалеко. Как вы думаете, куда? Мы сейчас едем к мэру. Да, именно к мэру. Мы едем в его кабинет. В его офис. Чтобы посмотреть на... Чтобы разгадать новый секрет. Как я понимаю, этот мэр как-то связан с агентством. Да, именно так. Мне кажется, что он за всем этим стоит. Или он все это поддерживает. Все, что делают agency. Все потому что... Что нас интересует? Здесь как бы у нас... Ну, все как обычно. Да, у нас есть здесь... У нас должен быть здесь индикатор, если я не ошибаюсь, под столом. Нет? Нет, такого нет. Да, я вроде ошибаюсь. Итак, все вроде как обычно. Но что меня интересует? Меня интересует здесь вот эти два... Две рамки, в которых нет абсолютно ничего. Пока мы не выключим свет. В этой рамке все так же ничего нет. Но я думаю, что это совсем ненадолго. И я думаю, что здесь что-то появится. Но вот в этой рамке мы видим... Мы видим здесь благодарность. И благодарность кому? Давайте прочитаем. Special thanks. То есть это отдельная благодарность. И мы сразу видим первое имя Авид. Да, это тот самый Авид. Тот самый Авид, чью записку мы нашли в доме. Это тот самый Авид, который ушел после того, как узнал, что делают agency. Вместе со своей командой. Что меня заинтересовало дальше? Здесь специальная благодарность. Отдельная благодарность. Не только Авиду. Отдельная благодарность здесь еще. И кому-то под номером 12. Потом. Хана Монтана Джей Би. Это что? Та самая Хана Монтана, которая достались мне две жизни. Или что? Или это не она? Я просто не знаю. Это... Походу, это реально та самая Хана Монтана, которая... Которая сериал Хана Монтана. Я не знаю. Которая Майли Сайрус. Но как бы... В общем, интересно. Потом какой-то физипай. На самом деле все, все эти имена звучат как какие-то, я не знаю, американские исполнители, как физипай, какой-нибудь рэпер или что. Ну, в общем, я решила все это посмотреть. И, короче, так я, в общем, и не поняла, кто это такие. Потом какой-то... Хрен вообще знает, кто это такой. Какой-то Витни Кристиан. И какой-то Гевен. В общем, я долго думала, кто это такие. Как они связаны с мэром. Как они связаны с Авидом. И до меня дошло. Возможно, моя теория, в принципе, достаточно неплохая. Но чтобы я вам о ней, конечно, сейчас рассказала, нам нужно поставить тот самый дом. Тот самый дом, где мы нашли записку. Записку от Авида. Вот этот дом. То есть это какая-то военная база больше, а не дом. И мы отправляемся сейчас в секретку. Вы уже, наверное, все прекрасно догадались. Но если вдруг вы не догадались, вы можете посмотреть мое видео на канале. Оно будет вот здесь, вот в углу. О том, об этом доме и о секретах в этом доме. Итак, мы сейчас прошли за эту стену. И мы попадаем как раз-таки к этой записке. И давайте ее сейчас прочтем. Давайте я сейчас возьму бинокль, чтобы я смогла приблизить. И показать вам. Так, я беру бинокль. Давайте прочитаем. Итак, дорогой генерал, после посещения госпиталя и того, что мы... И наблюдений за работой agency. Медицин... Моя медицинская команда и я вынуждены уволиться. Вынуждены покинуть данное сие мероприятие. Данное мероприятие, да. То есть они в срочном порядке увольняются. Все это подписано медицинским офицером Авидом. И что меня все-таки здесь заинтересовало. И я подумала, что в принципе теория о том, кто все эти люди, которым была высказана благодарность от мэра, да. Который, как я понимаю, был как-то замешан. Хотя вот сейчас я уже начинаю думать о том, что в принципе, а возможно, мэр и никаким образом не имеет отношения к агентству. Да, а возможно, он действительно сам против них. Что в принципе, я думаю, вполне реально. Все потому, что... Давайте обратим внимание. Когда Авид написал эту записку, он написал, что я со своей командой покидаю все эти обследования и всю эту программу, которую делает Agency. И больше они не хотят в этом участвовать. А что, если Авид, Хана, Физипай, потом вот это Витни, Кристиан и Гевен. Это и есть та самая команда Авида. И мэр, мэр, и наш мэр нашего Брукхейвена благодарит. После увольнения он благодарит Авида. Он благодарит его команду. Ну, как раз вот этого номера 12, эту Хану Монтану, этого Физипайя, это... И их, короче, всех он благодарит за проделанную работу, которая идет против Agency. Возможно, что он как раз таки и попросил Авида как-то внедриться в Agency. И, может быть, проделать какую-то работу. И после того, что Авид увидел, он со своей командой уволился оттуда. Ребята, не знаю, как вам теория. Пишите ваши догадки у меня в комментариях. Возможно, у вас есть какая-то своя версия. Но почему-то мне кажется, что благодарность от мэра именно Авиду и его команде. И что именно в этой команде находятся именно эти люди, которые написаны в этой благодарности. Субтитры создавал DimaTorzok